Вот реакция Северна после этого боя. Итак, осталось всего два протенгента. Очень равные, по сути. Грейси и Северн. Специалист по вольной борьбе против специалиста по джиу-джитсу. Сегодня огромная пульса народа собралась в Тульсе, в Экспо-сквер павильон. Билеты проданы, или около того. 6500 человек. Итак, в финале будут встречаться Дэниел Северн против Хойса Грейси. Грейси очень много сил потерял в полуфинале. Северн быстро и четко обработал своего противника. Кто сегодня окажется на высоте в четвертом чемпионате? Месть воинов. Итак, вот выходят финалисты. Вперед продвигается лагерь Грейси. Черный пояс четвертой степени в джиу-джитсу Грейси. Чемпион в легком тяжелом весе по джиу-джитсу. Двухкратный победитель этого соревнования. Долгая замечательная традиция семьи из Рио-де-Жанейро, Бразилии. Живущих сейчас в Торренсе, штат Калифорния. Хойс Грейси. Хойс в настоящее время в семье восходящая звезда. Насталегия насчитывает в себе семь десятилетий. Его ждет трудный бой. Патриарх семьи. Элио. Его брат. Марио. Семь братьев и две сеть три. Большой семье Грейси. Он выходит на рынок сегодня, несяв к себе всю веру в своей семье и тяжесть успехами своих встречах. Вы знаете, что в этом замечательно? С таким достоинством, любовью и заботой, даже если он проиграет подобающим образом, это будет ничего. И так появляется Дэниел Северн. И так из облака появляется классический борец-самбист, специалист по вольной борьбе и так далее. Он произвел на нас впечатление, но сейчас его ждет бой всей жизни. Грейси показал нам, что у него есть множество свойств, которые он не использовал в предыдущих чемпионатах. Возможно, они ему потребуются против этого очень мощного борца и гораздо более крупного, чем он. Вопрос таков. Сумеет ли Северн занять доминирующую позицию на земле? Чем закончится бой? Таким приемом. Возможно, даже произойдет обмен ударами, я не знаю. Сумеет ли он держать захват? Но я думаю, что вес и сила будут давить на него тяжело. Итак, цифры. Северн на 7 лет старше, на дюйм выше. На 80 фунтов тяжелее. Из Колдвотера, Мичиган. Старший 1994-го года ААЮ, мастер классической борьбы, чемпион по самбо, тренер по борьбе и ассистент тренера в штатах Мичиган и Аризона. Почти 8 лет. Теперь тренер Мичиганского клуба борьбы. Итак, представим наших спортсменов из Уст-Рича, Гоинса, а также радиостанции Фокс в Денвере. Дамы и господа, Тулса, штата Клахома, приветствует мир, говорит, добро пожаловать на финал чемпионата по боям без правил 4. Симафор Энтетейнмент совместно с Вау Промоушенс с радостью представляет вам финал с призовым фондом 64 тысячи долларов. Пожалуйста, поприветствуем ваших участников соревнований. В красном углу сегодня. Четырехкратный ветеран чемпионата по рукопашному бою без правил. 6 футов 1 дюйм 180 фунтов. Черный пояс в искусстве бразильского джиу-джитсу. Двукратный чемпион чемпионата по боям без правил. Из Рио-де-Жанейло, Бразилия, Хойс Грейси. И, пожалуйста, теплые аплодисменты его оппоненту. Первый раз попавшему в финал чемпионата по боям без правил 34 года. 6 футов 2 дюйма. 260 фунтов. Эксперт в искусствах классической борьбы. Борьбы, вольные борьбы и самбо. Из Колд-Уотера, штат Мичиган, Дэниел Северн. Кинал. Чемпионат по бою без правил 4. Это месть воинов. Правила восьмиугольника. Ни раундов, ни времени, ни выхода. Правила таковой. Не кусаться ни рукавой глаза. Все остальное годится. Выиграть матч можно. Удышающим приемом. Нокаутом. Сдача противника. Угол выбрасывает полотенце. Реферией останавливает бой, когда один из противников не может защищаться. Жестокий чемпионат рукопашного боя без правил 4 в финал. Грейси в кимоно. Северн в черных шортов. Кимоно иногда... Я не знаю, нужно или нет. Кажется, оно мешается. Что вы скажете? Мне-то приговорят, что оно дает преимущество. Это верно. Он сказал, что когда он не нальем кимоно, люди захотят сжать кулаки и бить его. Хотя в ближнем бою за него можно сплотиться. И именно этого он и хочет. Он хочет превратить его на таком земле в свою победу. Но против Северна это может не быстрее. Северн хватает за ногу Грейси. Контроль в его руках. Грейси дает ему сдачу ногой. Северн находится сверху. Северну это никак не повредило. Абсолютно никакого эффекта удар не произвел. Настоящий вопрос, как его поставил Джим, насколько эффективен он в завершении боев на земле? Ранее он не бил своего соперника, не носил ударов. Он придерживался формата борьбы классической. Тактика сдачи вместо того, чтобы не носить удары. 54 тысячи победителя, 19 тысяч побежденному. Северн работает над Грейси. Грейси пытается ударами выйти из положения. Джим, вы говорили, что ему придется так поступить. Возможно, он сейчас душит. Северн довольно крепко за него взялся. Если он будет продолжать давить на него, переносить вес на голову, возможно, ему удастся в конце концов провести удышающий прием на Холстон Грейси. Грейси, видимо, в курсе этого. Северн непоколебим. Продолжает наращивать давление. Замечательно, что самые великие бойцы по всем мире не могут удержаться того, чтобы не оказаться в этом положении. Борьба определенно завоевывает огромное количество престижа и уважения сейчас. Я думаю, форма самозащиты под названием борьба никто раньше даже не интересовался. Все считают, что дикие удары руками или ногами в истинном бою заканчивают его. Но по большей части, все-таки настоящий бой переходит на землю, и там заканчивается. 34-летний Дэн Северн. Бой занимает очень долгое время. Возможно, Северн не может найти выход из ситуации и закончить бой. Хотя Грейси просто, может быть, ждет момента, и потом взрывным приемом закончит бой. Северн отпустил захват. Он не добился того, чего хотел. Это говорит мне, что он не очень уверен в себе, как ему победить Грейси. Если Грейси лежит, то от него уже никак не отвертишься. Верн, но не совсем так, потому что, когда бой идет внизу, энергия тратится очень быстро. Истощение становится главным сдерживающим фактором. Помните, что Грейси провел бой 4 минуты 47 секунд в полуфинале. Северн примерно 40 секунд. Неудивительно ворс еще что. Северн даже не пытался ударить противника головой. Было несколько возможностей сделать так. Прямо посередине их борьбы. Потому что, в основном, он борец. Инстинктивно, я считаю, что он просто не думает об этом. У него столько всевозможных тактик, которым вы позволили использовать, что пока он не думает о таких вещах, как удары. От Северна так просто не уйдешь. Северн слишком опытный. Или должен быть слишком опытным, чтобы позволить поясу выскользнуть из-под него и переместиться наверх. Против того, кто бы еще пояс бы с легкостью произвел это перемещение, потому что все остальные не подготовлены к борьбе на земле. Плюс Северн тяжелее его на 80 фунтов. Вот удар головой. Почти 4 минуты 30 секунд финальный бой чемпионата. Северн продолжает оставаться верным в своей тактике. Напирать на Грейси сверху. Если он сумеет зафиксировать пересечение рук, он может нанести несколько ударов вправо. Посмотрим воспользователя этим Северн. И вот, Северн встал на ноги и снова оказался на полу. Замечательный показ мужества со стороны пояса. Он держится, как это было против Фэкни. Наверное, очень сильно устал сейчас партнер. Да, Джим, вы правы. В данный момент, наверное, да. Грейси пытается обернуть ноги вокруг. Наверное, взяты удары очень часто, но по большей части они бывают нейтрализованы с Северном. Пять с лишним минут идет бой. Грейси вцепился в него не на шутку. Кажется, он работает над булевым приемом. Если он сумеет удержать его... Снизу. Да, это реверсный удержащий прием. С помощью левого локта, левой руфи, оттягивая левой рукой воротник с ним, но я не знаю, насколько это эффективно. Прижатая к забору, забор из стальной проволоки, часть восьмоугольника. Он использует захват пальцами ноги за решетку забора. Грейси вынужден использовать весь свой арсенал до последнего. Грэйси снова скандирует США за Дэна Северна против бразильца Хойса Грейси. Бой идет очень близко. Грейси короткими ударами по голове пытается это сделать, Северн совсем не движется. В основном он пытается подстроить своего соперника, потом сменить позицию. Но Северну это не удается. Примерно были наисели всевозможные удары за свою карьеру борца. Но когда Грейси так настаивает, чтобы не допустить слабого места, Северн не может его убить. Северн не может найти способ, как его удушить. Северн не может найти удушающий прием или удерживающий прием, что ему необходимо. Северн отскакивает при комбинации ударов. Возможно, это будет медленный позиционный бой. Семь минут прошло. Средний бой длился две минуты во всех наших предыдущих соревнованиях. Глаза, глаза, возможно, получили травму. Даниэл Северн верхом находится Грейси, несмотря на то, что Грейси поощряют из его угла. Но ни одно поощрение не может помочь, когда вы так оказались на спине. Тоже верно. Хватит ли у Грейси способностей, чтобы провести эту позицию в другую и обратить ее в свою пользу? Я думаю, этого не будет. Я не чувствую, что у Грейси хватит способностей сбежать от борца, когда он в превосходящем положении. Северн угнетает то, что он никак не может закончить бой удушением против спортсмена, подготовленного в джиу-джитсу. Он знает все эти движения слишком уж хорошо. Он хорошо ведет бой на спине и может даже наступать со спины. Пара ударов наносится Северном. Удары достигают цели. Хорошие, сильные удары попадают четко по ребрам. Его жена Терри сейчас дома. Она не хочет смотреть это соревнование. Но она сказала, что очень хочет, чтобы он выиграл. Весь бой идет практически в такой же позиции. Северн наверху над Грейси. Хойс показывает, что он очень терпелит. Он не хочет, однако, чтобы его прижимали к забору. Огромная гордость. Гордость, не дающая ему похлопать по мату. Пытаться найти способ победить. Найти волю. Но это борец. Специалист по классической борьбе. Дэн Северн. Хорошо подготовленный в самбо. Вольной борьбе. И шутфайтинге. И пытается сейчас выиграть бой. короткие удары наносят сильный ущерб. Эффект от них постепенно накапливается, если Северн будет продолжать в том же духе. Сколько еще вытерпит Грейси? И вот он слово ищет способ провести дышащий прием. Северн очень хорошо контролирует плечи, не позволяет поясе добиться замка. Я так считаю, что пояс начинает уставать, ведь на нем такой вес лежит. 10 минут прошло. Почти 10 минут прошло. Помните, что у каждого спортсменов это уже третий бой за вечер. Удар Северна локтем по правой руке. Но он тянет время, он не пытается торопиться и не жгет энергию без нужды. Как долго сможет Грейси держаться? Меня это удивляет, потому что бой, по идее, должен быть окончен. Но выносливость у него удивительная. Выносливость подготовка мужества. Грейси сейчас пытается работать ногами. Северн снова прижимает его к забору. Ничего не происходит. Бой проходит в статичной позиции. Ключо обойдено. Вот теперь он все равно не может закончить бой. Северн наваливается своим телом. На Грейси давит еще сильнее. Грейси не желает сдаваться. Наносит удары правой рукой. два этих атлета в высшей степени замечательно подготовлены. Но осталось у них сил не так много. И вот снова скрещенные запястья. Если ему не удастся сейчас схватить противоположную руку Грейси, у него останется одна рука для нанесения ударов. Но блок будет утрачен. Грейс пытается изо всех сил проскользнуть вниз, чтобы оторваться от Северна. Но Дэн продолжает сражаться в прошлой своей позиции. Это называется коллегиальная борьба. Удержание в позиции снизу, когда спортсмен сверху доминирует. В данном случае борьба идет медленно, но мне кажется, что Северн просто изматривает Грейси. Северн не хочет совершать ошибки. Видимо, поэтому он не наносит ударов. Он просто хочет находиться сверху и, возможно, вынудить своего противника потерять много сил и сдаться. Но Грейси очень опасен, если ему дать возможность открыться, особенно в таком матче, как вы видите. Но кто может знать заранее. 12.30. Тактическая позиционная война. Изматывающая война продолжается. Пойс Грейси двукратный чемпион в боях без правил. Замечательная выдержка. Но он не может перевернуть своего противника. Северн загнал его в позу, в которую и хотел, на спину. Глаза у Грейси все еще ясные. Удар коленом Грейси. Северн проводит правый в лицо. 13.30 длится этот бой чемпионата. Чемпионат прокопатического боя без правил 4 месть воинов. Дэн Северн продолжает находиться наверху. Внизу пояс Грейси. Джим, может ли Грейси что-нибудь сделать? Трудно сказать, но я скажу вот что. Я не знаю, в представившихся обстоятельствах, когда он сделает свой выход. Но 13 минут, в представившихся обстоятельствах, это просто невероятно. Надо иметь львиное сердце, чтобы продолжать бой. А в этом никто не сомневается. Это семейная традиция, семейная история. Наследство и гордость. Очень профессионально останавливается любая попытка навести удар в голову. Невероятная хорошая защита. Но пара хороших ударов прошла. Там тут пара... Однако этого недостаточно, чтобы заставить тебя перестать обороняться. Дэну приходится очень стараться, чтобы эти 1-2 удара провести. Но, тем не менее, он это делает. Почти 15 минут длится финал чемпионата. Ничто не изменилось. Финал этот не быстротечный и не зрелищный. Это просто игра сил. Для меня этот финал несколько неожидан, потому что я не верю, чтобы спортсмены обладали подобного рода выдержкой и выносливостью. Грейси вцепился изо всех сил. И опять ничего. Северн в отличной позиции. Многие противника не могут его выдержать, потому что они лишены летающей силы. Выглядит все хорошо. Но он пытается... Пытается выдержать через черный порт. Хочет выдернуться из под Северна и спать на него сбоку. Дэн это понимает. Он прополз на сторону. Возможно, сейчас последует замок на локоть. У Северна возможны неприятности. Когда так задирают задницу, пытаются выдернуть голову. Грейси маневрирует. Делает все, что угодно, только чтобы остаться. И вот все. Он удушил его. Ну что же было? Невероятно. Грейси... Грейси победил. Не верю. О чем, Джим? О чем, Джим? Больше так никогда не говорите. О чем? О борце. Он не борец. Он специалист по атакам на земле. Невероятно. Грейси победил. Просто потрясающе. Удивительная подготовка. Такой бой. Такой неожиданный перелом. До самого конца оставаться в одном положении, и потом на икий момент и победить. Ну что тут сказать. Сражение длилось 15 минут. Просто невероятно. Замечательное выступление Грейси. На спине почти весь матч. Из угла его торопили. Не каким-то образом удалось удержаться. Он не хотел сдаваться. Его способность защищаться. Его замечательная подготовка во всех этих позициях уже на земле. Борец не практикует удары и попытки удушения в позиции в портере. У Грейси это удается очень хорошо. Северн сделал все, что мог, но не смог закончить бой. На землю бой перешел примерно на первой минуте, и 15 минут длился там. У Северна были возможности, но Грейси очень настойчив. Северн не мог его прикончить днем. Нет, конечно, у него не было особого приема, но сражаться с человеком, который и только знает, как тебя победить, но и хорошо обороняется, это тоже не трудно. Вот смотрите, вот левая рука. Грейси удушает его, тот, где левой рукой помотает, сдается. Сердце, сердце, наверное, самое важное в этом бою. Сердце льва. Грейси выигрывает бой, выигрывает чемпионат. Поддерживает семейную традицию отсутствия проигрыша. Я очень счастлив. Я хочу, чтобы Хойса так везло и дальше. Когда человек меньших размеров, убеждая более крупного, это всегда радует меня, Джим. Но в то же время, я думаю, что это был самый трудный матч для Хойса. В семье Грейси не было ни одного проигрыша. Эта семейная традиция продолжается. Невероятный бой, друзья. Удивительный показ целеустремленности, мужества, воли со стороны Хойса Грейси. На спине почти 15 минут, и затем удушил-таки Дэна Северона и победил. Чинг-канат только прошлого боя без правил. Это действительно была месть одного из великих воинов сегодня из мира боевых искусств. 64 тысячи Хойси Грейси, 16 тысячи во противнику. От Джима Брауна, Джеффа Блатника, Рича Гоэнса, я Брус Бек. Говорю вам до свидания из Пулса, штата Клахома. Чемпионата по рукопашному бою 4. Продолжение следует...